Добрый день, дорогие наши телезрители! В прямом эфире телеканала Своё ТВ Ставропольский край проект «Полезная программа». Да, друзья, такая программа в жизни точно пригодится, ведь мы обсуждаем самые различные темы, которые встречаются в нашей с вами жизни. Итак, сегодня о кофе. История кофе берет начало с древнейших времен и корнями уходит к первым цивилизациям Ближнего Востока. Но, думаю, кофеманы, когда варят чашечку ароматного кофе, об этом не задумываются, но и экспериментируют со вкусами и способами приготовления. Вот о кофейном искусстве мы сегодня и поговорим. Как жаль, что ваш телевизор не передаст запах, который будет сегодня в студии. Ароматный, насыщенный, кофейный. Какой кофе лучше? Способы приготовления – это и не только, узнаем у гостя в студии. Покажем вам, как правильно варить кофе на песке. Здесь тены, которые нагреваются до 300 градусов, нагревают песок наш. И как сделать необычный напиток в домашних условиях. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом холодного кофе. После поговорим про вред и пользу. На что влияет кофе в организме? Какая дневная норма? И почему у многих кофе – безотходный продукт? Сегодня я хочу поделиться своим простым рецептом очень эффективного кофейного скраба. Возьмите чашечку кофе, присаживайтесь поудобнее. Начинаем! Друзья, ну согласитесь, сегодня без кофе не обходится ни одно утро. И практически в каждой семье он стал не просто вкусным и водрящим дополнением к завтраку, но и неким таким ритуалом. О том, какой кофе покупать и как его выбирать, как правильно готовить, узнаем у нашего гостя. У нас в студии Бористо Александр Поликарпов. Привет, Саша! Привет! Спасибо, что пришел, уделил время. Спасибо, что пригласили. Там вот в кофеечке сидела. Вперед беседы отмечу, уважаемые наши телезрители, вы тоже можете принять участие в эфире. Если есть какой-то кофейный вопрос, пишите нам в WhatsApp, номер телефона 8-928-360-76-00, либо звоните в прямой эфир, номер телефона 8-8-6-5-2-333-0-20, и мы с удовольствием познакомимся и пообщаемся. Ну давай начинать. Слушай, вот сначала хочу спросить у тебя, вот как человек начинает относиться к кофе по-другому? Вот что переклинило? Ну понятно, вот на твоем примере, сначала это был какой-то начальный этап, а уже потом профессиональный. Что случилось? Ну был же кофе и кофе. А потом как? В 99% случаев, наверное, это просто чашка кофе где-то выпитая когда-то в какой-то кофейни, когда туда привел друг, подруга, какой-то родственник, или он случайно туда зашел, выпил чашку классного необычного кофе и понял, ух ты, кофе это действительно интересно, необычно, и такого кофе я не пил, и начинает разбираться в этом. Ну тут, типа, должно быть, наверное, настроение еще какое-то, мне кажется, подходящее. Настроение всегда должно быть подходящее. Потому что, ну до этого же кофе и кофе был, а потом, оп, нет, буду-ка я в этом разбираться. Настроение очень сильно влияет даже на профессионалов. Смотри, вот я человек обычный, люблю кофе, вот захожу в магазин, на что я первым делом должна обратить внимание? Покупаю кофейные зерна. Вот даже вот визуально, если мы делаем акцент на этом сейчас. В первую очередь на дату обжарки, наверное, в магазине, а во вторую уже на бренд, на производителя этого кофе. Потому что дата обжарки – это самое важное. Мы всегда, когда говорим о классном кофе, мы говорим о свежеобжаренном кофе. Это кофе примерно через неделю после дня обжарки и в течение полутора-двух месяцев. Это свежеобжаренный кофе. Производитель вторичен. Можно найти приличный кофе и больших известных мировых брендов на полке любого супермаркета. Можно найти маленького локального обжарщика. В нашем городе их несколько. Что уж говорить про Краснодар, какой-нибудь Новосибирск, Москву тем более. И получить вообще феноменальный продукт. Ну, наверное, в Ставрополе искусство, кофейное искусство относительно недавно, да, вот так вот стало внедряться более активно? Ну, мы следим и движемся за мировыми трендами, да. Москва, естественно, первая приходит к этому, а потом уже мы подтягиваемся. Но в Ставрополе, на самом деле, кофейная культура на очень хорошем уровне развития находится. Уже сейчас мы постоянно развиваемся, несмотря на все трудности. А у кофе есть свободности? По ГОСТу 24 месяца, по-моему, или 12. Серьезно? То есть вот там куда-то на верхней полочке его лучше не ставить? После двух-трех месяцев мы уже говорим, что кофе стареет. Действительно стареет. И для одного кофе это может быть медленнее процесс, для другого быстрее. Но в целом лучше в течение двух месяцев пить кофе. Молодым. Кофе нужно пить молодым. Ну, сегодня мы, конечно же, тоже приготовим свой кофеечек. Пойдем? Пойдем. Пойдем за нашу стоечку. Проходи, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня хочешь приготовить? У нас три разных сорта кофе. Один родом из Эфиопии, другой из Руанды и третий из Мьянмы. Это все африканский кофе, который интересен своей фруктово-ягодной, искристой кислотностью комплексной. Но в зависимости от сорта кофе, от способа обработки, от обжарки, от стиля обжарки, от профессионализма обжарщика, это может быть очень разный вкус. Саша, а если я вот так вот перемешаю, отвернись. Или закрой глаза. Я не пройду этот тест. А ты сможешь отличить, где какой кофе? Вот так вот. Вот просто визуально. Сможешь? Смогу, потому что я его насыпал. Это кофе из Руанды. Тут вот какие-то штучки больше. Это кофе из Эфиопии, а это из Мьянмы. А вот такая среднестатистическая нормальная зернышко. Вот какое оно должно быть? Короче, вот знаешь как, вот чтобы я опять же, я захожу в магазин, увидела зерно, да, оно классное. А вот это лучше не брать. Вот ты как профи, скажи, посоветуй. Среднестатистическая хорошая зернышко должно точно не блестеть от выступивших кофейных масел в процессе обжарки. То есть про классный кофе, если мы говорим, мы говорим про средние степени обжарки, средние и светлее, чем средние. А темный кофе – это южноевропейская история, и кто любит, тот любит, но сейчас мы больше про кофе, который не блестит. В общем, он должен быть таким матовым. Матовым, да. Да, это замечательно. И красивого коричневого цвета. Поехали. Мы будем заваривать френч-пресс. Можно выбрать по названию страны, например, два сорта кофе. Какая страна вам ближе, Эфиопия, Орландия или Мьянма? Можно ли на визуал лучше? Или на визуал? Ну вот эти мне нравятся. Они какие-то как хребет. Это, кажется, Эфиопия. Нормально. Сколько нужно? Если говорить про стандартные рецепты для заваривания кофе, да, это всегда пропорция 60 грамм кофе на литр воды. Стартовая пропорция, от которой мы отталкиваемся. Поэтому мы берем, у нас 350 миллилитров, например, френч-пресс, то есть это примерно треть. Мы берем 20 грамм кофе. Можешь насыпать. Насыпать? Да. Ты уверен? Я должна это делать? 20 грамм. Смелее, смелее. Опять же, продолжая историю про кофе дома, это обыкновенные кухонные весы. Продаются везде, четко вообще. Продаются везде, да. Теперь мы берем кофемолку с настроенным помолом заранее. Опять же, хочу тебе по поводу кофемолки поинтересоваться. Ну их же ж тьма тьмущая, вот этих штук. Как выбрать лучше, лучшую? Опять же, мы берем дом. Я понимаю, что вы профессионалы, понимаете. Немножечко шума. Немножечко шума. Точно и не рекомендовал бы я использовать вот эти стандартные бытовые кофемолки, у которых два лезвия, которые крутятся вокруг оси. Да, потому что эта кофемолка неравномерно смалывает кофе, и у вас получится одновременно перезаваренный и недоваренный кофе. Поэтому лучше всего использовать ручные кофемолки с коническими жиновами. Они подороже, но дают гораздо лучший результат. На них даже можно выигрывать чемпионат. В общем, на электрические внимания даже не обращаем. Итак, есть. Проверим на всякий случай себя. Силы много. 20, 21. Ну, у весов есть погрешность. 20, все. Нет, 21 опять. Окей. Нам нужна горячая вода. Давай-ка. Еще горячая нужно? Она уже закипела? Закипела, да. Отлично. Достаточно? В домашних условиях достаточно. Мы доводим чайник до кипения и даем ему остыть пару минут буквально. То есть для заваривания кофе нам нужна вода не 100 градусов. Таймер. Чтобы вот она согрелась и чуть-чуть постояла. Будем считать в уме, да? Таймер. А засеките, пожалуйста, Сань, хорошо? Товарищ режиссер. Второй будем заваривать? Сколько нужно засечь? Четыре минутки. Четыре минуты. Есть. Второй давай, конечно же. Про температуру воды. Нам нужна вода не 100 градусов, а где-то 95-96. Ну, в общем, до кипятка довели и чуть-чуть, чтобы постояло. Да. А мы наоборот обычно, особенно раньше. Кофе заварил и бегом этот кипяток заваривать. И пар вот чтобы было. Второй завариваем? Давай, конечно, давай вот этот. Это какой? Ну-ка, глаз алмаз. По-моему, это амьянма. Я так спрашиваю, как будто я знаю. Это какой? Да, да, да. Тоже 20? Здесь с пол-литра можно 30. Так что, уважаемый наш телезритель, если вы находитесь где-то рядом с Гражданской 9, приходите к нам, мы вас угостим со шеечком. Можно идти по запаху. Да, да, да. Итак, 23 до 30, да? Да, 32. 22, 25, 27, 20, 30, 32, 31. Пойдет. Пойдет. Будем считать, что здесь 30. Пойдет, да. И та же самая система. Да, я попробую. Можно? Та же самая система, только у нас не помещается, придется в 2 раза. По 2 раза. В 2 раза. Ничего страшного. Сейчас чуть-чуть вот так стартану. Все, пожалуйста. Нормально. Ничего страшного. Да, у нее хорошая амплитуда. Именно у этой кофемолки очень удобная эргономика. А это вот, типа, считается самый модный кофе по вашим меркам профессиональным? Это считается самый модный кофе. Ну что, так тяжело крутить-то? Давай, родной. Нужно мышцы подкачать. Давай, давай, давай. У нас норовка и тренировка, да. Ну потому что ты высокий и большой, я маленькая. Это очень частая история, когда в кофейнях работают девушки. Сейчас вот телезрители посмотрят и скажут, да, ну я, возьму-ка я электрическую, вот где кнопочку нажал, и все. Снова вот кофе, да. Очень-очень удобный кофе. У нас еще тут чуть-чуть остается. Слушай, а как ты относишься к кофеешкам, которые сварены в турке? Потому что, ну, многие, вот у меня родители тоже варят в турке. Я одно время долго варила, вот именно в турочках. Опять же, есть глиняные, керамические и вот такие вот металлические. Смотри, есть три вида кофе. Вон туда, да, наверное, сначала? Да, сразу сюда. Эспрессо, которое готовится в эспрессо-машине под высоким давлением, маленькая порция, пенка, крема, да, и насыщенный вкус. Есть история про черный кофе, вот который мы будем сейчас пить. В капельной кофеварке или во френч-прессе, или как-то еще заварим. А турка, это отдельная история. Джезва, турка, как бы она ни называлась. По ней проводятся отдельные чемпионаты. Для нее специально жарится кофе очень часто, прям специальным стилем обжарки. Подбираются рецепты специально, и это прям своя вселенная. Ну, каждый, опять же, выбирается. Поэтому, кому нравится кофе в турке, без проблем. К тому нравится черный кофе, никаких вопросов. Кто-то пьет эспрессо, кто-то пьет молочные напитки, кто-то турку, кто-то еще что-то. Поэтому, как профессионал, абсолютно спокойно и только рад, что больше людей пьют больше разного кофе. Так, ну, давай заварим, да, пока подождем немножечко. Уважаемые наши телезрители, предлагаем вам посмотреть такой небольшой лайфхак, как можно кофе, какой кофе можно приготовить в домашних условиях. Всем привет, меня зовут Шахназарова Марина, я футблогер. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом холодного кофе. Итак, нам с вами нужно 2 чайные ложки растворимого кофе, 2 чайные ложки сахара и 2 столовые ложки водички. Хорошенько взбиваем эту массу в такие устойчивые пики. Лед заливаем холодным молоком, берите обязательно высокий стакан, чтобы было удобно все это перемешать. И далее на лед с молоком добавляем вот эту кофейную взбитую пенку. Хорошенько все аккуратненько размешиваем. Сверху украшаем шапочкой из оставшегося кофе и наслаждаемся. Вот такой вкусный водящий напиток можно приготовить в домашних условиях. Я думаю, что в эту жалу наш рецептик вам будет кстати. Ну что ж, продолжим. То есть вот такие штуки, как я поняла, ты прям советуешь. Я прям настоятельно рекомендую рассмотреть их к покупке, если вы любите по утрам пить черный кофе. Это один из самых простых, самых надежных способов получить вкусный кофе. Ну как оно работает, давайте вот покажем. То есть вот в эту часть засыпается кофе, водичка точнее. Засыпается вода, фильтр, либо многоразовый фильтр, либо бумажный фильтр одноразовый. Засыпается туда смолотый кофе в той же пропорции 60 грамм на литр воды, 60 грамм кофе на литр воды. И нажимается кнопка. И в зависимости от количества кофе и воды мы получаем несколько порций кофе. Следующий вопрос тоже, который, наверное, пользуется популярностью. Вот эти вот капсульные. Капсульные, которые вставляются, но они и дороже. Они прям значительно дороже. Вот как ты к ним относишься? Ну на самом деле по цене это сравнительно, ну не то чтобы более дорогая история. Ну скажем, вот если вот заваривать капсульный, заваривать вот такой. Здесь ты купил пачку хорошего кофе. Наверное, да. Я сказал про три вида кофе, а это четвертый. Четвертый, да, капсульный. Да, относительно недавно появился. Мы о нем стали говорить в контексте классного кофе. Хорошие профессиональные обжарщики стали готовить кофе в капсулах, свой кофе. И все стали его пить и удивляться, что действительно и так можно получить классный кофе. Но опять же это просто стиль, способ приготовления. Это стиль напитка. Да, у каждого напитка своя насыщенность, свой баланс вкуса, своя тактильность, какая-то текстура. Поэтому кому нравится кофе в капсулах, с удовольствием пускай пьет кофе в капсулах. Кому нравится черный, черный и так далее. У каждого у нас свой вкус. Да. Так, а пока мы сейчас разольем в чашечки, продегонтируем и поговорим о вкусах после еще одного лайфхака от наших телезрителей. Давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Антон. И сегодня я вам покажу несложный рецепт очень вкусного напитка кофе-глиссе. В этот раз будем пользоваться кофеваркой гейзерного типа. Соответственно, сама кофеварка. Высокий бокальчик. Мороженое. Шарик. И свежемолотый кофе. Наливаем воды в кофеварочку. Обычно наливают до уровня предохранительного клапана. Вот. Так, значит. Потом устанавливается воронка или капсула. Насыпаем кофе. Кофе можно и жалеть. Не утрамбовываем, слегка так разравниваем. Сама верхняя часть накручивается. Устанавливаем на комфорочку. Пока варится кофе, берем шарик мороженого, опускаем в высокий стаканчик и ждем, пока сварится кофе. После того, как вода больше не поднимается, закрываем крышечку, выключаем газ и аккуратненько переливаем кофе в нашу чашечку. Все, когда мороженое растает, нужно угощаться самому или угощать своих близких. Приятного кофе-пития. Приятного кофе-пития и нам, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот у меня еще вопрос. Как понять вот эти нотки? Ну, то есть, вот я попробовала, да, я чувствую горечь, чуть-чуть какая-то кислинка небольшая. Ну, я правильно понимаю, кофе же еще раскрывается, там, считается, когда он остывает, обретаются новые вкусы. Да, да, если мы говорим про хороший кофе, то он, как минимум, не меняется с остыванием, то есть, он сохраняет тот же баланс вкуса и насыщенность. Ну, насыщенность, может быть, нет, но вкус точно. И он существенно изменяется в ту или иную сторону. При остывании кофе становится кислотнее и плотнее, по ощущениям, более насыщенным. Но это не значит, что какой-то кофе хороший, какой-то плохой. Опять же, кто-то любит холодный кофе, а кто-то горячий, а кто-то горячий заваривает, пьет горячий, а потом остужает и пьет холодный тот же самый кофе. На вкус и цвет, товарища, нет. На вкус и цвет, товарища, нет. У нас есть звоночек, скажем, давай познакомимся. Алло, добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут Дмитрий. Дмитрий? Зовут Дмитрия, да, Дима. Вопросик какой-то один у вас. Хотел вас поинтересоваться узнать, возможно ли в домашних условиях как-то научиться делать рисунки на кофейных напитках? Ну вот когда капучино, да, особенно. Спасибо большое за вопрос. Возможно, при очень сильном желании и старании кофе можно взбивать дома в таком френч-прессе, ой, кофе, молоко. Греть молоко, наливать во френч-пресс и такими вертикальными поступательными движениями просто взбивать молоко и вливать в любую чашку, какая есть дома. Эспрессо можно заменить тем же капсульным кофе, например, или очень насыщенным кофе из любого другого устройства. И тренироваться, тренироваться можно, уроки можно посмотреть на ютубе, можно пройти курсы какие-нибудь, можно прийти в кофейню, подсмотреть забориста. Потихонечку, потихонечку. А если уж нет венчика, то френч-пресс прекрасно тоже с этим справляется. Слушай, ну и в завершении вот такой важный момент. Вода. Вот особенно в кофейных, когда мы приходим, да, нам приносят чашечку кофе и обязательно стоит стакан с водой. И вот многие потом воду пьют. Ну неправильно. Надо сначала, вот как правильно, чтобы, опять же, мы делаем акцент именно на вкус, чтобы все нотки почувствовать, чтобы они раскрылись. Ну мы сейчас говорим о чем? Что вода для эспрессо, ну существовал такой миф довольно долго, что вода нужна для того, чтобы компенсировать влагу, которая теряется, и потому что эспрессо вымывает воду из организма. Но на самом деле это действительно миф. Вода подается для того, чтобы между глотками эспрессо освежить свои вкусовые рецепторы. То есть эспрессо не пьется залпом, эспрессо пьется для того, чтобы почувствовать в этом, в насыщенном этом напитке, очень насыщенном, все грани вкуса зерен кофейных. Поэтому мы делаем глоточек, запиваем водой, ждем, делаем еще глоток, запиваем водой. Так что, уважаемые наши друзья, попробуйте вот запивать водой не только в кафешках, но и дома. Но почему нет? Да, да, можно и не только эспрессо запивать водой, и черный кофе, и вообще что угодно. Спасибо тебе большое, я думаю, очень полезно, интересно. Вот способ приготовления быстро, как вы видели, сегодня вам все показали. Еще раз представлю нашего гостя Александра Поликарпов, Бористо, благодарю. Желаю хорошего дня тебе. Спасибо, и вам. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем полезную программу. В эпоху кофемашин сварить любимый утренний напиток не составляет труда. Закинул капсулу в емкость, подождал минутку, и можно наслаждаться. Однако истинные кофеманы относятся к своей чашечке кофе серьезно. Кофе на песке, на наш взгляд, один из самых чувственных способов приготовления. На мастер-класс отправилась Василиса Полякова, девушка, к которой кофе относится вот очень ровно. Вот мы ее и отправили. Все тонкости напитка, сваренного на песке. Прямо сейчас. Ну что, Жень, будем сегодня готовить кофе на песке? Будем. Как это вообще правильно называется, можно сказать? Это джезва, можно назвать туркой, можно назвать ибрик. Это именно турецкая джезва. Она очень дорогая, она стоит по 30 до 60 долларов. Очень хороший сплав. Медя и серебра – это самый лучший теплопроводник. Чем лучше теплопроводимость, тем мы сможем более вкусный, более быстрый кофе приготовить. Ну а как вот эта штука вообще работает? Здесь тены, которые нагреваются до 300 градусов, нагревают песок наш. Поэтому лучше руками вообще не прикасаться. Песок специальный какой-то должен? Особенный песок. Обычный не подойдет. Нужен очень чистый песок, потому что чем более чистый песок, тем, опять же, он сможет лучше передавать температуру. Я так понимаю, мы с тобой не ищем легких путей? Это кручная кофемолка с коническими журнавами. Ну что, давай начнем? Давайте начнем. Сегодня будем готовить кофе. Коста-Рика-Санта-Мариадота – это анаэробная обработка. Я просто в шоке. Я знала, что есть просто зерна кофе и вода. Это нужно срелить и получится кофе. Зерно в вакууме выдерживается. Это зерно выдерживается 36 часов. Какой рецепт? На 1 грамм кофе 10 мл воды. У нас будет 150 мл воды, значит 15 грамм кофе. Но это рецепт для моей джезу просто. Для вот такой турки. Необычная ручная кофемолка, да, это профессиональная, с особыми коническими журнавами. Лучше не покупать, знаете, что такая вот в магазине продается. Просто нажимаешь, у нее такие вот журнавые лезвия, и она просто вот так разобрасывает весь кофе там. Мы должны насыпать его в джезу. Ровно 150 мл воды. И ложечкой. Ну что, ну что, снимаем? Четко кружечка. Такой вы, наверное, не пробовали точно, да? Я 100% не пробовала такой кофе. Дайте ему шанс. Обычно я пью такой сладенький. Пахнет вкусно очень. Ну, не похож на кофе, думаю, для вас. Или похож на латистик, который ваш кофе? Ну, он такой горьковатый, в отличие от того кофе, который пью я обычно. Какая-то кислинка есть. Кофе невероятно богатый продукт. В нем более тысячи костерматических составляющих. И в зависимости от того, насколько хорошее это зерно, насколько хорошо оно пожарено, приготовлено, да? Вы те или иные вкусы сможете раскрыть. Любой хороший кофе на остывании раскрывается, наоборот. Мне прям понравилось. Я думала, честно, что я скривлюсь. Скажу, такая, боже, я просто не люблю кофе, поэтому я не понимаю в этом ничего. Но он мне понравился. И это прям для меня очень неожиданно. Тем более джазово. Джазово многим не нравится. У них есть предрассудок джазово, потому что они приплющены. Родители как готовят дома джазово. Вот примерно такая джазово, наверное, по вкусу и должна. Но нет, джазово может быть очень разной. Можно на чем угодно приготовить. На соках, не на соках. Если вы хотите подойти к этому продукту, можно показаться сразу, чтобы его посмотреть. Спасибо, Женя, большое за такой мастер-класс. Это прям куча впечатлений у меня. А я люблю пить кофе, я так что... У меня осталась куча впечатлений. Я в шоке, что мне реально понравился кофе. Хотя я не кофеман вообще. Я больше по чаям, но это очень круто. Я прям советую. Класс. Спасибо. А мы продолжаем. Польза и вред популярного напитка. Действительно ли кофе повышает работоспособность, чувство бодрости и помогает худеть? Какая дневная норма и как не стать зависимым от кофе? Об этом и многом другом мы узнаем у нашего гостя. У нас в студии диетолог Оксана Линникова. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Сейчас, наверное, будем в пух и прах развивать мифы и так далее. Ну, немножко, да. Но сначала отмечу, уважаемые наши телезрители, вы тоже можете принять участие в эфире. Если есть какой-то вопрос, обязательно звоните нам в прямой эфир, номер телефона 333-020, либо пишите в WhatsApp, номер телефона 8-928-360-76-00. Итак, поехали. Вот самое популярное. О, сейчас проснусь, сбодрюсь кофеечком, либо на работу пришел сонный. Действительно? Смотрите, в любом случае кофе – это ароматный, бодрящий напиток. И нам нужно в первую очередь задать себе вопрос, а зачем я его пью? То есть, если то, что вы описываете, как раз «я не могу проснуться без кофе», «я не чувствую себя человеком без кофе», то это симптом, который не надо игнорировать. Наверняка у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, которые как раз-таки вы пытаетесь компенсировать кофейным напитком. И вот здесь может быть железодефицит, допустим, у вас хроническая усталость, у нас каждая шестая женщина страдает железодефицитом. Это довольно серьезное заболевание, которое многие списывают, недоспал, много работаю, что-то плохо питаюсь, спортзал лень ходить. А это может быть сюда еще сухая кожа, может быть тусклый волос. И вот это постоянное ощущение, что вы без кофе, прям вот я не человек. Может быть вопросы с заболеванием щитовидной железы, снижается ее функция, и поэтому человек тоже ощущает, что ему нужна именно бодрость. Вот ее не хватает, и поэтому он ее ищет. Поэтому здесь как бы вопрос такой, а что мне дает кофе? Если вы понимаете, что это одна-две кружки в день, и больше вам не требуется вообще безопасно взрослым людям, у которых нет каких-то определенных заболеваний, пожалуйста, вы можете пить кофе в таком количестве, если это даже может быть, ну, любое, там, может быть, с молоком, может быть, без молока. Здесь разницы не имеет. Но если вы понимаете, что вы вместо воды пьете кофе, то есть у вас только кофе, целый день кофе на работу, с работы, заходил в кофейню, взял еще немножечко, вот тогда мы получаем обезвоживание организма. И поэтому здесь нужно будет посмотреть. Если я пью норму воды, 30 миллиграмм на килограмм нормального веса, и плюс еще дополнительно, там, одну, две, может быть, даже три кружки кофе, но это не альтернатива воды, и вода в вашем рационе все-таки присутствует, хорошо, тогда, значит, это тоже, в принципе, мы оставляем как допустимый вариант нормы. Но тут еще другой момент. У нас же кофе – это со стороны диетологии, например, кофе с чем-то. То есть, как правило, еще привычку мы с вами должны рассмотреть. Иногда человек просто не воспринимает напиток как еду, а там может быть какой-то кофейный сироп дополнительно, может быть, капучино с молоком любым каким-то растительным, либо коровьим молоком, либо, может быть, какой-то сироп добавлен, сливки, и тогда это уже полноценный прием пищи. Это может быть 200, это может быть даже 300 калорий. А мы понимаем, что, ну, я кофеек попью, как бы, да, ничего страшного. Ну, или вы заходите голодный за кофе и думаете, так, это аппетитная булка так на меня смотрит, что как бы это трудно. Чаще всего и бывает. Да, разграничить, я пью кофе или я пью кофе с чем-то. То есть, некоторым для диеты очень сложно сесть, потому что отказаться именно вот от ритуальности. Смотрите, здесь еще какая может быть ситуация. Допустим, вы уставший человек, такой немножечко замученный по жизни, и вы говорите, дайте выпить кофе, я успокоюсь, дайте мне там немножко передохнуть. То есть, чего вы ищете? Отдыха. А он нас ассоциируется, я пью кофе, меня никто не трогает, потому что, ну, типа, это святое, чай кофе пьет, давайте не будем его трогать. Ну, хотя на работе, то есть, вот ты сидишь, спешу сценарию, у меня рядышком всегда кофеечек. Ну, не всегда, но чаще всего кофеечек. Это что, это зависимость? Можно это назвать? Ну, это зависимость. Вы немножко стимулируете мозговую деятельность, потому что эти как бы нейроны немножко нас взбодрятся, и здесь вы хотите больше переключиться. У вас есть монотонность какая-то в работе, вы немножко хотите привести мысли в порядок и как будто подзаряжаетесь от кофе. Поэтому здесь ваша задача просто либо, ну, или альтернативно вы можете сделать 15 приседаний, вы можете просто встать, пройтись по офису, сесть, сделать глоток воды. Ну, в принципе, если у вас нет проблем со здоровьем, то кофе, пожалуйста, можете пить. Так, значит, норма, я правильно поняла, если нет проблем со здоровьем, норма 2-3 кружечки америка на воде. Ну, 1-2 точно можно, как бы 3, как бы если у вас нет гипертонии, если нет склонности к заболеваниям, повышению давления. Или, допустим, у вас, может быть, проблемы со сном, то же самое, здесь тоже ограничивать нужно. Давайте так, вот прямо разграничим, кому кофе лучше вообще не пить? Либо вот маленькими-маленькими дозами, там, кружечку, утречком. Ну, по большому счету, смотрите, у нас исследования есть, которые говорят, что можно и беременно, в принципе, умеренно пить кофе. Людям, имеется в виду взрослым, то есть нельзя детям пить кофеин, нельзя людям, у которых, ну, вот хронически, может быть, вопросы психологического здоровья, потому что стимулирует сильно психику, как бы может провоцировать определенные рецидивы заболевания. Если вы лечите железодефицит, то есть, допустим, вы даже, может быть, съедаете хороший кусок мяса на обед или там печени, и думаете, все, сейчас усвоится, буду я красивый, молодой, и потом запиваете кофе. А усвоение этого железа снижается до 80% минус, как бы, то есть, получается, ситуация у нас не работает. Ну, или, например, у вас есть привычка пить кофе натощак. Это вопрос заполевания ЖКТ, то есть, как бы, здесь ситуация может быть именно ухудшение по здоровью, поэтому, если вы не чувствуете хронической усталости, которую вы замещаете кофеином, если вы чувствуете, в принципе, себя здоровым человеком, то 2-3 кружки в день натурального кофе может быть. Кому наоборот? Вот ты пей побольше кофе. Вот бывает такое же, врачи там советуют. Ну, здесь прям специально, вот как раз таки вопрос. То есть, если давление, ну, это если у вас прям ситуация такая случилась, да, вот человек, у него резко упало давление, ему плохо стало, не по этому какой-то причине. Вы можете взбодрить его кофе именно сладко, потому что глюкоза быстро впитается. Но так, чтобы вот прям систематически, может быть, только если стимулировать желчаток, тогда будет работать больше ЖКТ у нас, более стабильно. Но, опять же, прям систематически употреблять и говорить, что нужно, нет, это всё по желанию. Хорошо, если мы возраст, вот берём, вот знаете, как мамы своим детям, да нет, тебе кофе нельзя, ты ещё маленький. Ну, прям детям нежелательно. Почему? Вот опять же, почему? Потому что будет сильно бодрить. То есть, нервная система ребёнка, она немножко неадаптивна. Так он и так, как шило, да? Так сильно повеселить, как бы, что вы потом его просто не уложите. И вопрос тоже усвоения некоторых нутриентов, потому что, ну, если это целый день кофе, и, как правило, запретный плод сладок, если кофе не разрешают, там же ребёнок не будет на усмотрение, что я кофеёк немножко один там прихлебнул, глоточек, и всё. Ну, разрешили, можно пить. Вот такая ситуация. Но есть какой-то возраст, с которого рекомендуют? Ну, официально, типа, у нас же дети заканчиваются в 17 лет, да, в 18 начинаются взрослые. Всё, с 18 можно пить. Ну, 16-17 такой возраст, который кофе, да, пожалуйста. Хорошо. Пожилой возраст. Пожилой возраст. Здесь как раз-таки в любом случае возрастные есть изменения по сну и нервной работе, системы нервной. Поэтому тут, конечно, гипертония часто есть, симптом возраста определённого. Ну, желательно сокращать. Или хотя бы просто в первой половине дня. То есть до 16 часов, пожалуйста, можете пить кофе. И учитывать, если вы ещё пьёте препараты, которые снижают кофе, потом тут же вы его повышаете без конца. Вопрос, если у вас нет к такому возрасту проблем с печенью, нет проблем с почками, то да. Но ещё у людей в возрасте есть вопрос усвоения кальция. Вот кальций может плохо усваиваться, если постоянно пьёте кофе. Поэтому нужно систематически смотреть у себя. Витамин D должен быть у вас в норме, то анализы сдаются. Вы можете смотреть уровень белка обязательно в рационе у своём. И смотреть уровень железа. То есть вот если у вас здесь всё хорошо, кофе вы можете пить даже если вы взрослый человек. Давайте такая ситуация. Мне кажется, с такой ситуацией сталкивается 60-50% молодого доселения. На своём опыте. Да. Я надеюсь, ещё молодого. Конечно. Вот, вот, ложусь спать, скоро сон, ну как, приблизительно, да, вот, скоро-скоро буду отходить ко сну, там какие-то дела, но я всё равно там чуть-чуть хожу, кофеёк попиваю. Это влияет на то, что я не могу заснуть? Качество сна может хуже быть. Посмотрите, во-первых, у нас кофе является диуретиком, он воду выводит. И здесь вам нужно войти в глубокую стадию сна. То есть если у вас глубокой стадии сна нет, то, во-первых, это начинается преждевременное старение. Поэтому всем барышне лучше после 20 всё-таки не пить кофе, а крепко спать. В 23.00 нам нужно уже действительно с закрытыми глазами в тёмном помещении быть, чтобы хорошо вырабатывался мелатонин. И вот именно на гормональный фон сильно влияет, если вы себя ободрите к вечеру. То есть мы тогда противоречим нашему естеству. Есть саркадные ритмы, мы должны немножко с планетой всё равно быть синхроннее. Если вы сова по природе, то есть вы прям поздно встаёте, и вам прям комфортнее работать ночью, то в любом случае это есть определённое отклонение от нормы, которое влечёт за собой уменьшение продолжительности жизни, и в конечном итоге в возрасте её качество. Вот нужно себя дополнительно ещё тогда стимулировать. Лучше утром, пожалуйста, вы можете пить там прям кофейно-содержащих напиток достаточно большое количество. Но опять же не на голодный желудок, да? Не на голодный желудок. То есть сначала завтрак. То есть утро начинается не с кофе, а с завтрака. И потом, пожалуйста, вы можете уже кофе выпить. Если вы постоянно пьёте кофе между приёмами пищи, то есть это тоже считается натощак. У вас два часа прошло. Часа делать нельзя. Да, так не стоит делать. Это как бы всё-таки идёт ухудшение состояния ЖКТ. Но, к сожалению. А вы кофе пьёте? Я пью кофе редко, без кофеина. В основном я пью несколько другие напитки. Допустим, там гречишный чай, какао очень полезен. Вот его можно детям, взрослым, наоборот, как раз таки. Он помогает нам быть молодыми. Много полезных веществ в нём содержится. Поэтому какао, да, как альтернатива. Можно пить всё кори иногда. Да, и, допустим, оставлять себе как ритуальность. Нас же не приглашают на чашку сбитня. Нас приглашают на чашку кофе, правильно, куда-нибудь в кафе с подружкой. Иногда мы просто уже по привычке пьём кофе. Поэтому опять возвращаясь к вопросу, а зачем всё-таки мне этот напиток нужен? И попробуйте отказаться от него на неделю, на две. Если вы, в принципе, понимаете, что я могу, то есть мне не сильно сложно, значит, во-первых, у вас нет зависимости кофеина. Во-вторых, значит, у вас с организмом, в принципе, всё хорошо. То есть скрытых симптомов у вас нет. И часто же используют, допустим, спортсмены, чтобы взбодриться. Вот этот можно эффект положительный иметь. То есть перед тренировкой, для того, чтобы настроиться, хорошо поработать, пожалуйста, можно выпить. Ну, все энергетики в основном на этом завязаны. Так скрытый может быть кофе-заменителем вообще, в принципе? Ну, по идее, да. То есть он очень близок по вкусу, как бы, то есть по напитку, по цвету. То есть, в принципе, да, может быть. И оставить себе, допустим, действительно, вот одну кружку вы пьёте в день, а остальное там чайку, другой, другой напиток. Ну, типа, вы знаете как, вот кофе энергозатратность вашу усиливает, наоборот, вот энергии больше, да, у вас становится. Вот сукорий так же по эффекту? По эффекту, скорее всего, нет, не будет. Потому что вот многие так думают. Да, если кофе без кофеина, он же химическим путём уводит кофеин, небольшое количество кофеина там остаётся. То есть это ощущение бодрости у вас будет. Если мы говорим про растворимый кофе, некоторые думают, что вот как бы он менее бодрящий. То есть, по большому счёту, это всё равно тот же кофе. Его просто изготовили из того, что сделали отвар, его выпарили, потом сделали, ну, два, может быть, пути, либо нагреванием, либо замораживанием. Но смысл в том, что кофе там остаётся. И чем более высокий класс кофе, тем как бы там кофеина больше содержится. И так сказать, что прям вы альтернативно, 100% замените себе цикорием кофе, по ощущению, скорее всего, нет. Допустим, зелёный чай, в нём жетонинов больше. То есть вы бодрости можете, если крепко заварить зелёный чай, у вас может, наоборот, ощущение быть даже похуже. Вот и очень многие специалисты на просторах нашего интернета говорят, что именно зелёный чай можно с утреца выпить, там, на работу пришло выпить. И бодрости будет больше, чем от чашечки кофе. Вот действительно так. Хотя вот, ну, всё равно же есть какая-то сложившаяся тенденция, что кофе. Потому что это привычка. То есть вы, во-первых, связываете даже. Да, вы просто связываете определённое своё поведение в том числе. Как бы, да, он повышает вашу энергоспособность, какую-то энергорастраты, может быть, даже у вас быстрее. Некоторые связывают, даже пишут о жиросжигающем свойстве кофе. Ну, просто потому что вы чуть-чуть начинаете быстрее двигаться. Так бы вы просто посидели спокойно, а так вам уже хочется. А уже и убраться у меня сила есть, может быть, ещё и на прогулку сходить. И поэтому здесь прям каких-то сакральных моментов в отношении того, что кофе вас как-то принудительно жиросжигает клетки, нет. И этого нет. Но всё равно, мне кажется, в каких-то случаях, ну, моё личное мнение, что вот где-то на подсознании у нас тоже есть это какая-то штука. Вот я сейчас кофе выпью и взбодрюсь. И такой, выпил кофе, ну, я же его выпил, я должна взбодриться. И такой, оп, сразу, полон энергия. Есть же какая-то, мне кажется, какой-то процент такой. Ну, в любом случае, как бы он же им бодрит, но не настолько. То есть если, ну, приводите дома эксперимент, я не знаю, перемешайте, пусть там путём слепого, праздноваясь в слепого момента, попробуйте попить без кофеина кофе и с кофеином. И вот просто, я не знаю, там, скажите, что вот мне кажется, что сейчас я бодрая, а сейчас мне кажется нет. Да, пускай кто-то варит вот кофе, чтобы я не понимала, где с кофеином, а где без кофеина. А то у меня сестра старшая такая, как накрутить себе, и всё, и понятное дело. Я без кофе жить не могу. Ну, считаешь так, помню. Ну, во-первых, это не очень хорошо с точки зрения, почему есть продукт, от которого вы настолько зависите. Ну, правильно? Ну, да. То есть вдруг вы на небитаемый остров попадёте, всё, это с жизнью покончено тогда получается. Поэтому периодически вот такая асклеза вам даёт просто возможность попробовать его заново. Вкус, аромат. Иногда некоторым просто аромат нравится. Вот мне, допустим, правда, очень нравится аромат. Я именно от него не могу дойти. Особенно когда с какими-то добавками. Да, то есть такой хороший, тяжёлый, глубокий вкус и запах кофе, как бы нам, правда, он нравится. Он немножко вот бодрит даже на уровне вкуса и запаха. И поэтому, если именно только запах вас интересует, у меня, допустим, у меня все гели для душа с запахом кофе, с такого хорошего, несладкого. И как раз-таки здесь я и получаю утром бодрость, потому что я почувствовала аромат, выпила кофе без кофеина, поехала на работу. Ещё один момент, последний, на котором хочется сделать акцент – растворимый кофе. Вот многие же говорят, да зачем ты пьёшь этот кофе растворимый? Это же просто там на желудок влияет и так далее. Вы как профессионал, как специалист. Смотрите, и у нас, во-первых, можно не путать кофе растворимый три в одном, когда есть сахар, есть сливки, да, вот как бы вот это лучше не пить на самом деле, потому что это, правда, углеводная бомба, вы прям пьёте достаточно большое количество калорий. А второй момент, если прям растворимый брать, сейчас технология позволяет его, ну, просто так маркетингово подано нам, что это ниже класса уровня напиток. Кофе же он тоже даже в зерновой бывает, где-то подешевле, какой-то прям дороже бренд. Но по большому счёту практически все сорта плюс-минус, как бы, они растут в одинаковых условиях, как бы, да, чем-то различается стоимость, но эффект от них один и тот же. Я имею в виду сейчас, наверное, вот как он влияет на наш организм, вот об этом, когда ты... По большому счёту прям нет сильно большой разницы. То есть кофе, как бы есть кофе, просто единственная возможность кофе заваривать вот так, да, когда у вас прям это ритуал, цей вам нужно быть где-то, что это должна быть какая-то у вас кофемашина или кофеварка. Или же вы просто вообще в любой ситуации растворимый кофе залили водой и чаще его пьёте. И, может быть, тогда чаще пьёте на голодный желудок. Понятно. Спасибо большое. В принципе, всё чётенько, мне кажется, нам сегодня с вами рассказали. Уважаемые наши телезрители, ещё раз с удовольствием вам представлю нашего гостя. Это диетолог Оксана Леникова. Благодарю вас. Хорошего дня вам желаю. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Ну что же, кофе – это не только ароматный напиток, но ещё и безотходный продукт. И речь сейчас идёт о перемолотых кофейных зёрнах, которые используют в составе многих скрабов для лица и для тела. Как приготовить кофейный скраб в домашних условиях – советы от наших телезрителей прямо сейчас. Всем привет. Меня зовут Марина, и я занимаюсь изготовлением косметики для ванн ручной работы. Сегодня я хочу поделиться своим простым рецептом очень эффективного кофейного скраба. Для приготовления кофейного скраба в домашних условиях нам понадобится кофе, в котором содержится кофеин, который увеличивает кровоток, уменьшает проявление целлюлита и придаёт коже ровный тон. Ну и, конечно же, аромат. Также нам понадобится сахар, который улучшает состояние кожи и увлажняет её, а также защищает от агрессивных токсинов. Ну и последний ингредиент, который нам понадобится – это кокосовое масло, которое отлично смягчает и питает кожу. Кокосовое масло обладает заживляющими и увлажняющими свойствами. Для того, чтобы приготовить кофейный скраб, мы смешиваем наши ингредиенты. Берём сахар, кофе, смешиваем. После того, как мы смешали кофе и сахар, мы добавляем кокосовое масло. Кокосовое масло мы добавляем столько, сколько хотим для получения нужной нам консистенции. Наносить кофейный скраб на тело необходимо на чистую кожу, круговыми массирующими движениями. Лучше использовать подобный скраб в душе или в ванной, потому что кофе не растворяется. Но при смытии он не нанесёт вред окружающей среде. Ради кофе можно пойти на всё и даже на работу. И прекрасный напиток кофе можно сделать намного полезнее, если соблюдать простые рекомендации, о которых мы сегодня с вами и говорили. Друзья, это была полезная программа. Такая точно в жизни пригодится. А я напомню, мы выходим в прямом эфире каждый вторник и четверг в 13.15. Ну, на этом всё. Я с вами прощаюсь и, как обычно, желаю хорошего и, самое главное, полезного дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова